День освобождения от грузинских оккупаний 24 года назад, 27 сентября 1993 года, после кровопролитных боев, государственный флаг Республики Абхазия взвился над зданием бывшего совета министров. 11 дней и ночей шла операция по освобождению Сухума. Шаг за шагом, улица за улицей, дом за домом наши бойцы прошли настоящий ад, но цели своей достигли. О том, как это было, расскажет Елена Лолуа. Ожесточенные боевые действия в черте города шли несколько дней. В 13.30 у дома правительства завязался сильный бой. Через два часа здание было освобождено и над ним водружен государственный флаг Абхазии. Знамя победы водрузил доброволец из Кабарды Аслан Абайев. Знамя победы вод recognised в Кабарды Аслан Абхазии. Знамя победы водувая с Кабарды Аслан Абхазии. Хронология событий. Стратегическая операция по освобождению Сухума от грузинских оккупационных войск заняла 11 дней. Подготовка к ней проходила в условиях строгой секретности. Шаг за шагом бойцы абхазской армии продвигались к заветной цели. 16 сентября около часу дня река Гумиста была форсирована абхазскими бойцами в районе Нижнего моста. Одновременно шло расширение плацдарма для наступления на Сухум с севера. Военное командование во главе с главнокомандующим Владиславом Ардином под руководством министра обороны Султана Сосналеева и начальника генерального штаба Сергея Адбар поставило армии задачу окружить город. 17 сентября абхазским войскам удалось выйти к стратегическим дорогам, ведущим в центр города, и заблокировать их. Были заняты стратегические высоты над столицей – Шрома, Каман, Сугуровка, Охолшени. Со стороны республиканского стадиона и центрального рынка в направлении центра города с упорными боями наступали подразделения первой бригады. Со стороны здания День прокуратуры в направлении Дома правительства наступали кабардинская группа и армянский батальон. С севера в сторону Дома правительства спускались подразделения второй бригады. К тому времени в сторону Дома правительства выдвигались и другие подразделения первой и второй бригад. Кольцо вокруг Сухома сомкнулось. А в это время бойцы Восточного фронта блокировали трассу Ачимчера-Сухом, вышли к реке Кадор и начали обстреливать Сухомский аэропорт. Военно-морские силы Абхазии взяли под контроль морскую акваторию Сухома. Тем самым абхазская армия исключила всякую возможность противнику подтянуть резервы. 25 сентября командование вооруженных сил Абхазии обратилось к командованию грузинских войск с требованием покинуть город через оставленный коридор. В освобождении Сухома также принимали участие добровольцы Северного Кавказа, Юга России, представители Абхазской диаспоры Турции и Сирии. Происходившее далее военные характеризуют как паническое бегство грузинских войск. 29 сентября на мосту через реку Кудор у границы Гудрыбшского и Ачимчирского районов состоялось историческое соединение Западного и Восточного фронтов. До победы осталось три дня. Елена Лула, Абхазская телевидение. В честь 24-й годовщины освобождения нашей столицы от грузинских захватчиков в Сухуме прошли торжественные мероприятия. С утра началась церемония возложения цветов и венков в парке боевой славы. Тысячи жителей столицы пришли к мемориалу павшим, чтобы отдать дань памяти героям, погибшим за свободу Абхазии. Сюда пришли президент Рауль Хаджимба, все руководители страны, ветераны, общественность, школьники. 27 сентября – одна из важнейших дат в новейшей истории Абхазии в истории Отечественной войны 1992-1993 годов. День освобождения Сухума – особый день для матерей погибших героев. Сюда, в парк боевой славы, устремлены их сердца, ведь здесь покоятся сыновья и дочери Абхазии, сложившие головы за будущее Родины, не дожившие до долгожданной победы. Я за 20 дней похоронила двоих, но я считаю, что они в своем земле, за свою Родину погибли. А так, что сказать, моя золотая, видите, после них очень трудно, ну что делать, как у всех, и у меня тоже. Желаю, чтобы наша страна, наши люди, чтобы радовались, больше, чтобы такого не было. День освобождения Сухума и День независимости – безусловно, главные праздники наших ветеранов, участников войны, воинов-победителей и всего многострадального народа Абсна, отстоявшего свободу и независимость в кровопролитной войне. Когда 22-го ранило, мы уже почти до вокзала доходили. И после этого оказался в госпитале. И вдруг 27-го сентября самолет поднимается. Тогда был Чандаров командующим, был, 345-й парашютный полк был в Гудаутах. Вот это что был, он от радости поднялся, есть такая, значит, гирлянда, он повесил. Там люди сполошились, думают, что произошло, мы же не знаем, в чем дело, что город взятый. 28-го, 29-го там раненых привозят, говорят, уже находятся за Чемчирой, где-то уже под Галли. Как они успели дойти? За 4 дня. Вот, конечно, я жалею, что в город не попал. И на встречу вот на реке Кадор, восточных и западных фронтов, это, конечно, в памяти было бы совсем по-другому, но так получилось, как получилось. И радость, и слезы, это, не знаю, как сказать, этого радости агран не было. Всем людям желаю здоровья, самое главное, здоровья, здоровья. В день освобождения Сухума почтить память и поклониться мужеству и самоотверженности павших героев. Пришли президент Рауль Хаджимба, вице-президент Виталий Габния, спикер парламента Валерий Кварчия, члены правительства, депутаты парламента, представители посольства Российской Федерации в Республике Абхазия, представители силовых структур республики, общественных и политических организаций, горожане, школьники и самые маленькие граждане Абсна. Целое поколение выросло за 24 года. Погибшие защитники Отечества не увидели, как растут их сыновья и внуки. Но отрадно, что молодежь Абхазии чтит и помнит подвиг своих отцов и дедов. Внучка погибшего при форсировании реки Гумиста Тарьела Тапагуа написала своему дедушке письмо, которое нам зачитала. Здравствуй, дорогой дедушка. Хочу сказать тебе спасибо за все, за то, что ты помог своей стране и погиб ради нее. Если бы не такие герои, как ты, то бы никто сегодня из нас не стоял и не праздновал этот праздник. Сухом отмечает свое освобождение. Нескончаемым потоком граждане Абхазии идут к мемориалу славы, защитникам Отечества, павшим за освобождение столицы, за свободу Абсна. Вечная слава героям и вечная память погибшим. Завтра, 28 сентября, начнется рабочий визит в нашу страну президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Красносельского. В рамках визита пройдет встреча президентов Рауля Хаджимба и Вадима Красносельского. Кроме того, планируется подписание двусторонних документов между Абхазией и ПМР. Это договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве и соглашении о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между администрацией Гудаутского района и государственной администрацией Дубоссарского района и города Дубоссары. Для участия в праздновании Дня Победы в Отечественной войне в Абхазию с официальным визитом прибыла делегация Народного совета Сирийской Арабской Республики. Сегодня гостей встречали депутаты парламента. Мы рады вас видеть на Абхазской земле. Такими словами, гостей приветствовал спикер парламента Валерий Кварчи. Абхазию и Сирию объединяет многолетняя история, и наш народ с трепетом наблюдает за происходящим в вашей стране, отметил спикер. Сирия – это великая страна, это страна древней цивилизации, и когда на грозах всемирной общественности, когда разрушается культура, когда притесняют народ, который пережил в своей истории много событий, нас это очень волнует. У наших стран есть надежный стратегический партнер, друг – Россия. И с ее поддержкой, помощью мы надеемся на хороший исход событий и окончание войны в Сирии, сказал Валерий Кварчи. Я надеюсь, что вы, вашими силами, и с помощью России, и с помощью друзей всех, что скоро эта война закончится, и мирная жизнь начнется в Сирии. Народ этот заслужил. От имени всего сирийского народа, руководства Сирийской Арабской Республики, спикера и депутатов Народного Собрания приветствовала глава делегации, наблюдатель Народного Совета Сана Абузаид. Она выразила благодарность всему абхазскому народу за возможность посетить нашу страну. Передаю вам искреннюю благодарность за этот визит. И желаю, чтобы этот визит был открыт для дальнейших взаимодействий между нами, между странами. Мы еще гордимся тем, что мы будем участвовать в День Победы в вашей республике. А что касается соседей нашей Российской Федерации, ее поддержка, то есть поддержка Российской Федерации нашей страны, Сирийской Арабской Республики, необходимо напомнить и нельзя забывать благодарность за все их действия на территории Сирийской Арабской Республики. Ваши позиции по отношению к нашей стране, Сирии, ваши поддержки, ваше взаимопонимание с нашим руководством. Мы очень благодарны за позиции Абхазии по отношению к Сирийской Арабской Республике. Гости рассказали о последних новостях из Сирии. Они поблагодарили руководство Абхазии за поддержку, которую сирийский народ очень высоко ценит. Гости рассказали о том, что сирийской арабской республики, ваше взаимопонимание с нашим руководством Абхазии. Далее встреча продолжилась в зале заседаний Народного собрания, где депутаты законодательных органов двух стран обсудили возможность более тесного сотрудничества. Нисфаршба, Роберт Ломи, Абхазское телевидение. В Абхазской государственной филармонии имени Рождена Гомба состоялся вечер памяти первого президента Абхазии Владислав Вчера, Сегодня, Завтра, приуроченный к 24-й годовщине победы в Отечественной войне народа Абхазии. В зале «Аншлаг» на памятном вечере, посвященном Владиславу Арденба, присутствовали президент Рауль Хаджинба, премьер-министр Беслан Барцит, спикер парламента Валерий Гварча, депутаты парламента, общественные деятели, делегации диаспоры из Турции и Сирии, ветераны войны, школьники. Со сцены звучали стихи абхазских поэтов, было много песен и танцев. Были показаны архивные фото и видеоматериалы выступлений первого президента. На мероприятии были приглашены дети с именами Владислава и Владислава. Более ста из них были вручены памятные подарки. Мои мама и папа работали вместе с нашим первым президентом. И поэтому они меня звали в честь него. Я этим очень сильно гордю. Я стараюсь хорошо учиться, чтобы когда я вырос, то будет полезно в своей стране. Как отметил председатель Госкомитета по репатриации Бесландбар, на мероприятии акцент был сделан больше всего на тему репатриации. Мы сегодня ставим перед собой задачу о создании Абхазского мира. Центром Абхазского мира может быть только лишь страна Абхазов Абсны. Я думаю, что именно этот указ, мы будем, конечно, выполнять его еще не один, не два, не десяток лет. Но в любом случае, я уверен, что благодаря всем тем силам, заинтересованным силам возвращения наших соотечественников, мы добьемся поставленной цели. Победительница проекта «Ты супер!» Валерия Адлиба поделилась с нами своими впечатлениями и поздравила жителей Абхазии с наступающими праздниками. Я очень рада, что меня пригласили выступить на таком большом мероприятии. Спасибо большое тем, кто организовал это мероприятие. Также хочу поздравить всех с Днем Победы. Хочу пожелать добра, мирового неба над головой. Проект «Владислав» вчера, сегодня, завтра стартовал в 2016 году и уже стал традиционным. Он осуществляется фондом первого президента Республики Абхазия совместно с Государственным комитетом по репатриации. Аманда Поня, Михаил Братохин, Абхазское телевидение. В 2008 году компания «Аквафон» инициировала патриотический проект «Масштабные флаги в городах Абхазии». Были установлены флаги республики в городах и районах, а также во многих местах боевой славы. Сегодня, в день освобождения столицы, флаг установили в новом районе. В мероприятии приняли участие глава столичной администрации от Горхаразия, ветераны войны, депутаты Народного и Городского собраний, жители района. Репортаж Рината Шакая. 27 сентября 1992 года, уже в 15.30 после 12-дневной операции по освобождению Сухома, государственный флаг Республики Абхазия развивался над зданием Солмина. Столица была освобождена. Именно к этой дате по инициативе депутатов городского собрания столицы, Тимура Аршба и Дениса Инамщба, была приурочена установка флага в новом районе. В первой части мероприятия состоялось возложение цветов к мемориалу погибших в Отечественной войне народа Абхазии. Учащиеся пятой средней школы пронесли полотнище размером 32 квадратных метра по центральной улице Нового района. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Государственный символ свободы и независимости ветераны войны подняли на 20-метровую высоту под звуки государственного гимна. Отныне в центре нового района будет гордо реять абхазский флаг. Дорогие жители нового района, дорогие соотечественники, хотелось бы от всей души поздравить вас всех с днем освобождения. Поздравить вас всех с днем победы, который будет через 3 дня 30 сентября. Это большой, великий праздник. И сегодня, в честь таких знаменателей, да, новому району был сделан такой подарок. Всего вам самого хорошего. Дай Бог нам счастья. Побед не только в войне, и не дай Бог, чтобы больше в жизни нашей была война, но теперь нам нужны победы в мирное время. Всем вам удачи, особенно обращаюсь к нашей молодежи, к детишкам. Учитесь. Это самое важное, что вы можете сделать для своей Родины. Проект Аквафона шествует по городам республики, оставляя за собой главный символ независимости – государственный флаг. На данный момент масштабы проекта уже вышли за пределы городов. Теперь при выборе места установки флага руководствуется его исторической значимостью. Сегодня здесь установлен флаг, символ нашего государства в новом районе. Новый район, как вы знаете, был одним из рубежей Западного фронта. Здесь недалеко проходила линия фронта, и он окроплен кровью многих наших погибших. В том числе, как вы знаете, очень много новорайонцев, которые сложили голову за нашу страну, за нашу Родину. Вечная память им. Благодаря компании Аквафон государственные флаги республики уже установлены во всех городах Абхазии, а также в родном селе автора государственной символики Валерия Гамге. Проект компании Аквафон «Масштабные флаги в городах Абхазии» завершится в следующем году, на 25-летие победы. На будущий год в небо поднимется масштабный флаг в центре города. Мы начали проект с установки знамени на здании Морпорта, на набережной Махаджиров, и завершим проект также в нашей столице. За эти 9 лет знамена поднялись в небо в очень знаковых для каждого абхазского сердца местах. Это места боевой славы Ануарху, это могила автора флага Виталия Гамге, это рубежи нашей родины по реке Псоу-Ингур. Это места, которые для каждого из нас не просто название местности, а это несущие в себе смысл. Мы видим этот проект как продолжение той идеи, за которую шли в бой наши братья и отцы в 92-м и 93-м. Мы поздравляем всех с праздником Победы. Но и в этом году проект не завершается. В октябре флаг Республики Абхазия будет установлен у мемориала погибшим летчикам в городе Гудаута. Рината Шакай, Сейда Гухова, Абхазское телевидение. Сегодня абхазские таможенники отмечают свой профессиональный праздник. Лучшие сотрудники получили почетные грамоты и благодарность. Также были вручены очередные специальные звания. Отличившиеся сотрудники были представлены к награде. Почетный таможенник Республики Абхазия и отличник таможенной службы. С 26-м днем рождения коллег поздравили представители Федеральной таможенной службы России. Подробности у Ницфы Аршба. День освобождения столицы и профессиональный праздник. Два этих знаменательных события собрали большой коллектив Государственного таможенного комитета. Среди сотрудников немало тех, кто прошел войну. И после окончания боевых действий какое-то время совмещал свои профессиональные обязанности с охраной государственной границы. Со знаменательной датой своих коллег поздравил председатель Беслан-Цвинария. Благодаря усилиям таможенного комитета, всем, всего коллектива, за этот период сформировалась достаточно серьезная служба, которая способна решать стоящие перед ней задачи. Таможенный комитет внес достойный вклад в защиту интересов нашей страны, в достижении ее суверенитета, пополнение доходной части бюджета. Таможенная служба Абхазии как самостоятельный орган государственного управления в сфере регулирования внешнеэкономической деятельности функционирует уже 26 лет. Наличие эффективной системы стратегического управления, развитой законодательной базы, квалифицированного персонала – все это дает основания считать таможню надежной опорой государства. Сегодня в комитете работают более 340 человек. Профессиональный праздник для любого сотрудника таможни, который только выбрал свой путь, который уже долго проработал в таможне. Хотел бы поздравить ветеранов, чтобы вы о них не забывали, которые работали с вами, те люди, которые были вашими наставниками. Поэтому всех поздравляю. В праздничный день все те, кто достойно исполняют свои служебные обязанности, удостоились награды. Десяти сотрудникам были присвоены очередные специальные звания. Внеочередных – пять. Званий лейтенант и капитан таможенной службы удостоены 20 сотрудников. Более ста сотрудникам таможенного комитета из числа участников Отечественной войны народа Абхазии объявлены благодарности. С 17 сотрудников сняты ранее наложенные взыскания. Сегодня профессия таможенника требует высокого профессионализма, компетентности, верности долгу, порядочности и безупречной репутации. Всеми этими качествами в полной мере обладает коллектив абхазских таможенников, способный выполнить любую поставленную перед ним задачу. Нисфаршба, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение. Праздничные мероприятия, приуроченные ко дню освобождения столицы, прошли на набережной Махаджиров. В их числе конкурс рисунков на асфальте. Дети рисовали мир таким, каким они его видят. Очень быстро асфальт украсился во все цвета радуги. Конкурс рисунков на асфальте собрал множество детишек. Многие из них впервые взяли в руки мелки, но это им не помешало выразить свое отношение к празднику. Буквально через 10 минут асфальт был покрыт всеми цветами радуги. Дети рисовали мир, каждый по-своему, как умеет. Но всем было понятно. Я рисую павлина, солнце, облако и дерево. Солнце у меня обозначает яд и спокойствие. Сегодня день освобождения Сухума. Я в своем рисунке изобразил, что братская багила пришли покатиться и положить цветы. Я у себя на рисунке изобразил меня, маму и как мы смотрим в день победы, как мы смотрим на салют. На асфальте флаг Абхазии. Цветы, голубь мира, солнце, голубое небо, мама, папа. Одним словом, все то, с чем дети ассоциируют день освобождения Сухума. Когда непосредственно ребенок прикасается к этому мероприятию, собственным трудом, своим творчеством, когда принимает участие, ребенок запомнит надолго, потому что он гордится тем, что он украсил уголок города и принял участие. Это имеет огромное патриотическое воспитательное значение. Мероприятие рисунки на асфальте проходило не как конкурс, а как праздник. Каждый ребенок рисовал то, что ему хочется. И никто из участников не ушел без подарка. Алика Трапш, Астамур Гожба, Абхазское телевидение. В честь дня освобождения Сухума автоклуб в внедорожной Абхазии организовал акцию «Дорогами Победы». Автомобилисты выехали в Новый Афон, Анхуап, Сырцхадалия, Яштхуа, Каман. После завершения пробега автолюбители вернулись в столицу, где соединились с другой частью автопробега, организованного Комитетом по вопросам молодежи и спорта города Сухум, чтобы вместе возложить цветы в парке боевой славы и к мемориалу первого президента Владислава Ардзенба. С 16 часов на набережной Махаджиров проходил спортивные и развлекательные мероприятия, организованные Государственным комитетом по делам молодежи и спорту. В парке имени Баграта Шинкуба была возможность посоревноваться в игре в шахматы и шашки. Также всем желающим наносили аквагрим в виде национальной символики. А перед Абхазским драматическим театром была развернута танцевальная площадка «Брейк-данс», где каждый любитель этого спортивного вида танца мог продемонстрировать свое мастерство. Тем временем автомобилистам раскрашивали их авто по последствиям трафарета и клейкой ленты и национальной символики. Затем начался старт автопробега к мемориалу Владислава Ардзенба в селе Ишера и к парку Славы. Сегодня день освобождения города Сухум. Хочу поздравить весь абхазский народ с этим великим праздником, чтобы все было у нас прекрасно, хорошо, чтобы больше войны у нас в Абхазии не было, и чтобы это было в прошлом, а в будущем, чтобы мы процветали. Сегодняшние мероприятия все прошли отлично, несмотря на погоду. Все было очень интересно. Сегодня очень важный день для нас всех. Мы должны чтить и помнить тех, кто за нас воевал. Мы благодаря ним сейчас живем в свободной стране. В столице прошел премьерный показ первой части фильма Екатерины Чубуковой «Сухум. Жизнь моя». Презентация краткометражного фильма состоялась в Музее боевой славы имени Владислава Ардзенба. Впервые посетив Абхазию в 2012 году молодой кинорежиссер Екатерина Чубукова, как и многие, влюбилась в красоту нашей страны. У нее возникла идея снять фильм о столице прекрасной Абсны. Автор задумал снять фильм, состоящий из семи короткометражных циклов новелл, в каждой свой герой с неповторимой историей. Эту первую часть фильма и попросили Екатерину Чубукову презентовать, и она с радостью согласилась. Правда, сама присутствовать не смогла, но прислала видеообращение. Я приняла решение показать хотя бы одну короткометражку. Для художника очень важно, что думаете вы, что думают зрители. Надеюсь, что после просмотра фильма у вас останется положительный настрой, желание жить и созидать, гордиться своей Родиной. И табук, дорогие мои. Один из героев фильма – заслуженный работник культуры Абхазии Нурик Варче. Он подчеркнул, что сюжет картины понравился зрителям, и многие высказали желание помочь осуществить до конца идею молодого режиссера. В эту работу вложена огромная сила. На одном энтузиазме, не имея финансовых средств и соответствующей техники, влюбленная в Абхазию молодая девушка сняла вот такую работу. Теперь зрители с нетерпением будут ждать остальных частей фильма. Саиджи Арсалия, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. 30 сентября, в День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов, во всей Абхазии пройдет акция «Бессмертный полк». В Сухуми акция стартует в 12 часов 30 минут на набережной Махаджиров у зданий правительственного комплекса. Сбор в 12.00. Акция завершится на площади свободы. В завершении выпуска о погоде. По сообщениям синоптиков, завтра в Абхазии ожидается неустойчивая облачная погода с прояснениями, времена не дождь с грозой. Температура воздуха ночью плюс 18-20, днем плюс 25-27 градусов. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин